Канал Аль-Иртисам представляет Прошлая неделя, эта неделя проходит, весь мир обсуждает про самого лучшего создания Аллаха, пророка Мухаммада Свиньи в человеческом виде обсуждает лучшего пророка и продолжает в своем куфре и говорит, мы будем продолжать твою миссию, то, что ты оставил, это свобода слова, и распространять будем опять же к рекатуре нашего пророка, саллиллаху алейхи и ва саллим, и мусульмане вместе того, что ответит этой свинье, или я не хочу даже свиньи обижать, обсуждают мусульман, что этот мусульман не жестко поступил с этим человеком. Такие слова, может быть, выходят с того человека, у кого сердце. Любовь к пророку не в таком уровне, как и на должно быть. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллим сказал, хадис, который передал имам Бухари и имам Муслим. Придут люди в такое время, которые желают отдать выкупам свое имущество, свою семью, чтобы увидеть меня, имея в виду пророка, саллиллаху алейхи ва саллим. Такие люди будут. Мусульманин, который любит своего пророка, не только любит, просто увидит, даже он готов отдать выкуп, свою семью, свое имущество. Таких мусульман немало. Сейчас представь о тот, который ты не знаешь такой любовь к пророку, о кафир, о лицемер, который не знаешь, что такой любовь бывает у мусульман, потому что ты не веришь Аллаха и не веришь пророка, что мусульмане любят свое пророка. Не только просто любят пророка, даже увидят пророка, он готов отдать все свое имущество и отдать выкупам, свою семью, как сказал пророк, саллиллаху алейхи ва салям. После этого представь, чтобы ты понял, какие чувства у мусульманина, когда ругают пророка. Чтобы ты этого знал, ты представь перед тобой классы или же перед тобой экраны телевизора, как они сейчас делают, или же на стенке большой здании показывают фотографии твоей мамы, или же папы, твоего отца или матери фотографии показывают, или в голом виде, как они показали нашего пророка, саллиллаху алейхи ва салям. Потом ты этого человека, который показывает такой сценарий и говорит тебе, если я сейчас это покажу, фотографии в классе, выходи из класса. Если твоей маме, твоей матери фотографии или же твоей папе фотографии покажу этому классу, это свобода слова, это нельзя порицать. Если тебе не нравится, это выходи из класса. Или же выходи из окружения, где мы находимся, но это необходимо показать в классе. После того, как ты этого человека найдешь, какие эмоции твои появляются, ты сам подумай. Который опозорил твою мать, опозорил твою папу. Какой эмоции у тебя будет? Остается ли тебя думать? Нет, я не трогаю, не буду трогать этого учителя за то, что если я ему ударю, мне люди скажут, что ты террорист, что ты жесткий человек, что ты такой-то, такой-то, такой-то. Об этом вообще думает этот человек. У него кипит весь эмоций за то, что показали фотографии его мамы. Представь, как это? Сверх этого мусульмане любят пророка больше, чем своей мамы, больше своего отца. Даже увидят пророка, они готовы буквам отдать все имущество, то, что у него есть. После этого показывают фотографии пророка, саллиллаху алейкум и саллиллаху алейкум. Издеваются над пророком, саллиллаху алейкум алейкум. Делают всякое, чтобы эмоции мусульман зашкаливались. Потом говорят, если мусульманин что-то сделают, или же убьют этого человека, мусульмане жестко поступают, мусульмане являются террористами. Те, которые не знают эти эмоции, не знают, что это любовь к пророку, саллиллаху алейкум алейкум, конечно, они скажут и не поймут этого. И те люди, которые, у них нет ревности к маме, к родителям, тоже не поймут это. Те, которые даже не знают, что папа кто такой. Те люди, которые, нет у них папа, мама, есть первый родитель, второй родитель, это не поймут. Но мусульмане, мы понимаем, что такое честь, что такое защита чести. И умереть защищая свою честь, что является шахидом, это мы понимаем. Если даже защищая твой честь, умереть является шахидом, защищая честь пророка, саллиллаху алейкум алейкум ассалам, является высшей степенью шахида. Из этого тот человек, который, его ревность к религии, ревность к пророку проявился и сделал это, пусть не винит кроме самого себя, кто это так и сделал. Кто расчевелил эмоции мусульман, расчевелил любовь мусульман. Вы не думайте, что если даже это сделали, это для мусульман от этого вредит. То есть, конечно, асанта краушай вахайру лакум, может вам что-то ненависть, но это для вас лучше. Это оживило любовь к пророку мусульман. Не говорю те люди, которые себя считают такими высшими умами. Какие-то футболисты начинают издавать фатвы, и какие-то люди начинают говорить, что это харам, халал, это. Нет, простолюди не. Читайте их комментарии в интернетах. Мусульманин, который остался в своем фитре, любовь к Року, саллиллаху алейху асалам, в зарубежных сайтах, арабских страницах, и также русскоязычные мусульман 90% считают, даже если не больше, считают дело этого человека правильным и считают его героем. Да, примет Аллах, субханаху ата'ала, его шаад. Почему? Потому что у всех у нас, даже если я пью, курю, и остальные харам не делаю, все равно у мусульмана не есть любовь к пророку, саллиллаху алейху асалам. Она где-то спала, тихо была, но после того, это кафиры, западные кафиры, вот эти собаки и свиньи начали самым лучшим человека рисовать и унижать его честь, это люди оживили эмоции, оживили любовь к пророку, саллиллаху алейху асалам, и начали защищать честь пророка, саллиллаху алейху асалам. Если они говорят, вы тоже говорите про нашего пророка, про нашего религии, ислам нам это запрещает, мы, нам разницы нету, рисовать там пророка Мухаммада, саллиллаху алейху асалам, или же пророка Иса, алейху асалам, оба для нас пророки, кто это делает, он является худшей из людей, и нету для этого человека нечести, для этого человека ислама нету, никакое уважение, этому человеку только в исламе есть смертный казнь. Мы, кто хочет это узнать, читайте книги «Обнаженный меч против того, кто ругает пророка, саллиллаху алейху асалам». Эта книга приведена на мировые языки, она английского, она есть. Читайте и узнайте, какой ревность мусульман против тех людей, которые ругают пророка, саллиллаху алейху асалам. Мусульман может терпеть ругать его самого, если это видит он какой-то угрозой, но когда ругают самые высшие Кур'ан, ругают Аллаха, сжигают Кур'ан, ругают пророка, это уже красные линии, которые не терпят мусульмане. Даже если нынешние агуты, так называемые правители мусульман, их называют правителями заблудчие люди нашей времени, кто их считает агуты нынешними правителями, если даже они молчат, но ревностные единичные мусульмане не могут этого терпеть, и уходят такие люди, как этот наш брат. Кто не хочет, чтобы такие люди вышли, такие поступки не делали? Не поднимайте эту тему, не трогайте нашего пророка, саллиллаху алейкум ассалам. Если вы открыли ворота западные для мусульман, чтобы они жили, тем более в Франции там несколько миллионов мусульман живет, если вы не считаете их людьми и трогаете их честь, потом не вините кроме самого себя. Или закройте ворота, не пускайте мусульман к себе, и делайте, что сами хотите, если вы это выпускаете, и издеваетесь над мусульманами, и трогаете честь мусульман, и не смотрите ценности этих людей, тогда все ответственность заложите на тех людей, кто это делает, кто это приказывает, и на того, кто это говорит, я буду продолжать этого делать. Этих людей никто не может остановить. У нас нет халифа, кто может этого остановить. У нас нет в данный момент у мусульман правителей, которые могут его слушать и останавливать. Из этого львы, которые будут выходить, такие львы, которые жертвуют собой, защищают честь пророка, саллиллаху алейкум ассалам, наши умы, они не заканчиваются. Наши умы, они есть, как были при пророке, и после пророка, и сейчас, и до суда они не закончатся, кто бы этого не хотел. При пророке, саллиллаху алейкум ассалам, много историй случились. Женщина, иудейка ругала пророка, саллиллаху алейкум ассалам. Она была рабиной или жена одного мусульманина. Он говорит, не ругай пророка, она не приставала, он ее задушил. Потом этот хабар дошел до пророка, саллиллаху алейкум ассалам, пророк, саллиллаху алейкум ассалам, сказал, кровь этой женщины хадар. Безответственно, никто не должен за него отвечать. И также другая была женщина, которая ругала пророка у слепого. Она ухаживала за него, но она ругала пророка, саллиллаху алейкум ассалам, она не приставала. Тогда он взял кирку, поставил живот этой женщины, он и сам лег на нее, не отошел, пока не умрет этой женщины. Это тоже пророк, саллиллаху алейкум ассалам, не посчитал его кровь, которой надо отвечать хадар. Хотя эти люди были ахлюлзимма, те, которые живут под покровительством мусульман, хотя они будут живут под покровительством мусульман, когда они ругают пророка, саллиллаху алейкум ассалам, это покровительство уходит. И также мы знаем слова пророка, саллиллаху алейкум ассалам, кто остановит эту Каабу-ль-Ашраф, он навредил Аллаха и Пророка своим руганием, своим стихами, и пошел Мухаммадом на Маслама, убил Каабу-ль-Ашраф. И также был Рафия ибн Абель-Хаqiq, я здесь не ошибаюсь, тоже так ругал Пророка, саллиллаху алейкум салам, Пророк, его тоже убил. Отправил человек, что убит этого человека. И когда Фатху-ль-Макка был открытым в Мекке, когда всех кафиров простил, именно тех людей, которые писали стихи против Пророка, саллиллаху алейкум салам, их он не простил и приказал их убить. Даже женщин. Из-за этого, о мусульмане, честь нашего Пророка превыше всего. Некоторые говорят, он же был, у него же был договор, договора, как сказал шейху алейкум, и на Тайми, рахмаху Аллах. Все договора, которые есть между мусульманами и кафирами, это заканчивается, когда этот человек ругает Пророка. Этого человека, который он, безопасность от мусульмана, у него заканчивается. Становится он харби, ахлюл-харб, который дозволен его кровь. Все говорят, религия и наша, религия мира. Нет, религия ислам, религия справедливости. Религия справедливости, они не переходят к границе справедливости. Иногда, чтобы справедливость была, должно быть убийство, должно быть джихад для справедливости. А мир не всегда не бывает справедливым. Когда тебя убивают, когда твой честь трогают, когда самые высокие, достойные твои трогают, тогда, чтобы ты перед ним был мягким, красивым, это не является справедливым. Из этого, о, братья-мусульмане, любите свою Пророка, саллил-луха, алейхи вассалям. Любите своего Пророка, саллил-луха, алейхи вассалям. Изучайте историю своего Пророка, саллил-луха, алейхи вассалям. Любите своего Пророка, следите за своим суннатом, за нашего Пророка, саллил-луха, алейхи вассалям. О, ахлюл-китаб, мы знаем, за то, за что вы нас ненавидите. Аллах нам в Куране объяснил и мусульманам это я говорю если вы думаете, если вы будете мягкими, пушистыми какие бы вы не были вас ненавидят кафиры, пока вы уверены Аллаха Субханаху Аллах в Куране говорит Аллах обращается сейчас людям писаний людям писаний иудеи и христиане если этот свинья тоже относится к христианам обращается Аллах Субханаху О, люди писания ненавидите вы нас за что, кроме как за то, что мы уверовали Аллаха Субханаху и уверовали на что которое Аллах Субханаху не спасло на этот Куран что мы на это уверуем и так же уверуем мы на книгу которая была не спасла на нас на Иса, алейхиссалам на Иисуса это тоже верим мы и так же на Муса, алейхтаврат это вас за это вы нас ненавидите Аллах Куран нам так говорит как бы вы это не скрывали как бы вы это не делали Аллах Куран нам это объясняет и говорит из-за этого вы нас ненавидите большинство из вас являются фасиками кафирами нечистивцами да почему почему вы хуже чем ислам пред вами есть другие религии почему их не обзывают почему это не делают почему именно ислам потому что вы вам этот зависть за то что вы не верите на пророка Мухаммада а мы верим и пророка Мухаммада и уверуем на Иса на Муса на Ибрахим Нух Исаак Якуб да Адам алейхиссах пророк мы верим это вам зависть Аллах Куран нам это говорит многие ахлю китаби хотят что вас вернули заново куфарам кафирами неверующими вас вернули хасадам мин ин дамфусим зависть от самого себя завидуя вас они не хотят то что не получили благо что вы получили это много примеров для этого есть у людей как говорится каждая проститутка хочет чтобы все были проститутками чтобы не обсуждали ее и так же кафиры не хотят чтобы мусульмане были что мусульман чистые они любят свою пророка любят свою религию соблюдают свою религию Аллах Куране говорит они хотят чтобы вы вернулись куфарами захват за wrong это Куран нам говорит это Аллах нам говорит в Куране о мусульмане есть даже до сих пор ты не соблюдал твою религию соблюдай свою религию Держись за религию Аллаха Зубами Не отпускай его Соблюдай его Защищай своего пророка Защищай честь пророка Больше, чем твои чести Иншаллах Будет для тебя заступником Иншаллах будет пророк Как ты его защитил Иншаллах Пророк будет твой заступником Соблюдай религию И защищай честь пророка И так же Аллах нам объясняет Когда Асхабы Лухтуд Люди Урва, которые пожар сделал И туда сожгли За что с мусульманами так они поступали Кафиры за что поступали И говорит Они их ненавидели Ни за что, кроме как За то, что они уверовали Аллаха Возвышенного Восхваленного Из этого они ненавидели Это Асхабы Лухтуд Из этого они Наказали так О мусульмане Как бы вы ни старались Кафиры Вас ненавидят В том числе иудеи и христиане Аллах Куран говорит Не будет Вами довольны Иудеи и христиане Пока ты за их религию не пойдешь Из этого они Передумали сейчас Традиционный ислам Нет традиционного ислама У нас Ислам един Который принес к нам Мухаммад Держите за эту религию Держите за этим Следите за пророком Если не хотите Чтобы такие Поступки случались Тогда оставьте Нашего пророка Оставьте Нашу религию Пока это будет Это никто не остановит И никто не может Его остановить Это любовь Которую каждый мусульман У кого больше У кого меньше Некоторые могут сказать Это эмоциональная хутба Эмоция И ругодня Когда ругает Пророк Салал Алейхи Ва Салам Это должно быть Пророк Салал Алейхи Ва Салам Когда религию Что-то касалось Переходили границы Харамного Тогда пророк Салал Алейхи Ва Салам Тоже ругался И даже как будто Размазали Его лицо Гранатом Красный становился Нет у нас Больше чести Больше чем Пророк Салал Алейхи Ва Салам Мы все Мусульмане готовы Отдать Свою душу Своимущество Защитить Честь нашего пророка Салал Алейхи Ва Салам Если вы до сих пор Не понимали Дальше поймите Если вы хотите Эмоции мусульман Пошевелить Потом не ждите От них Улыбки От этих мусульман Вот те Которые обсуждают Сейчас мусульмане Этого человека Если этого дела Не было масла А не было И так там Притесняли мусульмана Еще хуже стало Когда они Не притесняли мусульман Франция Когда не притесняла Мусульман Смотрите Читайте Историю С Чадом Они что сделали 400 Ученых Они один день Им безопасность Отдали И уничтожили Историю Посмотрите Это прошлое Нынешняя история В середине Прошлого века Когда Алжир Была под колонией Франции Что они сделали Два миллиона Алжирцев Они убили До сих пор Музеи держат 18 тысяч Мусульманских череп И люди заходят В музей Смотрят этого Они обсуждают Одну голову Которую мусульмане Сделали А сами держат 18 череп До сих пор Музеи И гордятся этим Это бедные Мусульмане За их Одного человека Переживают Которые обсуждали Их на пророк Некоторые Уходят Его называют Шахидом Уходят Европейские Муфтии Говорят Учителям Будем пятнадцать Жаназа намаз Делать Некоторые Его шахидом Считают Пусть Аллах Субханаху Оживит Любовь пророка В сердцах Всех мусульман И даст Этим Соблюдать Религию Аллаха Субханаху Ва-та-аля Ва-жизакум Аллаху Хайран Ва-льхамдуллахи Раббилаламин Субтитры создавал DimaTorzok